Здравствуйте! Здравствуйте, наши маленькие зрители! Здравствуйте, дорогие родители, бабушки и дедушки! Мы начинаем цикл программ, которые называются «В гостях у артиста». Ну так давайте знакомиться! Меня зовут Ирина Олеговна. Для моих маленьких друзей можно просто тетя Ира. Вот сегодня в нашу студию мы пригласили известного артиста, всеми любимого сказочного персонажа. Но кого вам придется отгадать? Сейчас, дорогие мои, я загадаю вам загадку. А вы, конечно же, ее отгадаете. Итак, слушайте внимательно. Всех на свете он добрей. Лечит он больных зверей. И однажды бегемота вытащил он из болота. Он известен, знаменит. Это правильно, доктор Айболит. И сегодня на нашу первую передачу мы пригласили доктора Айболита. Встречайте! Здравствуйте, уважаемый доктор Айболит! Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, любимые дети! Приветствую многоуважаемых родителей, бабушек и дедушек. Здоровья вам! Уважаемый доктор, мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Не секрет, что ваша сказка одна из самых популярных, не только в России, но и за рубежом. А особенно любят ее в нашем дорогом городе. Да, действительно. А все ли знают, кто написал сказку про меня? И правда, ребята, вы знаете, кто автор сказки доктор Айболит? Нет, не может быть. Пожалуйста, спросите у мамы. А может быть, вы спросите у папы? Ну, конечно, я уже слышу правильные ответы. Эту сказку написал известный детский писатель Корней Черковский. Молодцы, ребята! Да, дорогой доктор, у нас к вам скопилось много-много вопросов. Сейчас, в это непростое время, мы все сидим дома. И это очень важно. Не выходить на улицу, не гулять, не играть. Так подскажите нам, пожалуйста, доктор Айболит, чем же лучше заняться дома, чтобы оставаться здоровыми? Ну, я, например, рекомендую по утрам делать веселую зарядку вместе с родителями. Ой, это очень забавно, ребята. Вместе с родителями зарядку. А давайте попробуем. А еще что? А потом нужно принимать водные процедуры. Я уверена, что все наши ребята любят водные процедуры. Да, а дальше нужно хорошо и плотно позавтракать. Рекомендую позавтракать кашей. Кашей? Это вам придаст силы и здоровье. Ну, дорогой доктор, уважаемый, каш так много, посоветуйте нам какую-то особенную. Ну, я рекомендую вам самую лучшую кашу, это овсяно-геркулесовую. Само название говорит само за себя. Конечно, конечно, ребята. Спасибо вам, доктор. Ведь геркулесовая каша с самого утра даст нам заряд на целый день. И неспроста у нее такое название. Ведь название этой каши дал один древнегреческий герой, который совершил 12 подвигов. Верно? Правильно. Правильно, Ирина. А еще я вам рекомендую мыть руки с мылом. С мылом? Да. И соблюдать гигиену. А как сделать так, чтобы мы тоже дышали свежим воздухом дома? Это очень просто. Нужно чаще проветривать помещение. Дорогие родители, вы слышали? Нужно чаще проветривать помещение. Спасибо вам, дорогой доктор Айболит. Но скажите, пожалуйста, у нас есть еще один вопрос. Чем же лучше всего заниматься дома, когда мы находимся на самоизоляции? Я вот, например, дорогая Ирина, очень люблю читать. Я тоже люблю читать, ребята. Вам, ребята, рекомендую, настоятельно рекомендую читать побольше. Ну, а каких, кто еще читать не умеет, пусть попросит своих родителей. Вот вам мое первое задание. Прочитайте про меня мою книгу. И нарисуйте мне то, что вам больше всего запомнилось. Какая прекрасная идея, ребята. А давайте и правда прочтем книгу доктора Айболит. Прочтем ее всей семьей. Уважаемый доктор, вы знаете, на нашем столе есть эта книга. Посмотрите, пожалуйста. Очень любопытно. Здесь и вы, и ваши друзья, и то знаменитое дерево. А помните начало? Дорогой доктор, давайте-ка мы вместе с вами начнем, а ребята потом вместе с родителями продолжим. Хорошо, Ирина, давайте. Корней Чуковский, Айболит. Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица. И жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит и исцелит. Добрый доктор Айболит. Ну, дальше, я думаю, вы знаете. Да, именно так начинается эта чудесная сказка про Айболита. Ребята, вместе с родителями, а может быть с бабушкой или дедушкой, давайте прочтем эту замечательную книгу Айболит Корнея Чуковского. А потом вы нарисуете в подарок нашему доктору рисунки. И мы в этой студии подарим ему их. А рисунки вы отправьте по почте. Адрес будет указан в титрах. Ах, какая замечательная и сказочная встреча у нас получилась. Сегодня у нас в гостях был знаменитый артист. Добрый доктор Айболит. И он, дорогие друзья, ждет от вас рисунки. Самый лучший мы покажем в следующей передаче. А теперь пора прощаться. Будьте здоровы, мои дорогие друзья. До свидания, ребята и уважаемые взрослые. До новых встреч!